Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Новое известие по делу Михаила Ефремова. Вообще это нонсенс, конечно, мне кажется, потому что Мосгорсуд опубликовал на своем сайте обращение, связанное с давлением на суд, на приговор, на исход дела. Со стороны кого вы думаете, это обычно оказывает давление кто? Обвиняемая, сторона обвиняемого, давление на суд еще? Генпрокуратура Российской Федерации, вы можете себе представить? Я сегодня прочитал новость, я ни разу такого не слышал, чтобы Мосгорсуд защищал суд и возможный приговор от давления со стороны Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это просто такого, ну, мне кажется, еще не было. Послушайте. Значит, Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова. Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратурой над уголовным делом актера. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте суда, на секундочку. В интервью РИА Новости Пискарев заявил, что получил ответ из Генпрокуратуры, в котором говорится о взятии ведомством на контроль дела Ефремова. Это, по мнению депутата, исключает возможность принятия незаконного решения. То есть, Генпрокуратура взяла на контроль дела Ефремова, и это исключает, по мнению депутата, возможность принятия незаконного решения. Ну, у нас решение выносит суд, судья при вынесении решения, чем руководствуется? Законом исключительно. После этого в Мосгорсуде сочли необходимым напомнить, что при принятии решений суд независим. И, цитата, находится вне сферы контроля органов прокуратуры. В заявлении на сайте суда также подчеркивается, что прокурор, тем не менее, может обжаловать судебное решение. Ну, как же, как и сторона защиты. Значит, ранее сообщалось для справки, скажу, что рассматривать дело Ефремова, обвиняя его в совершении смертельного ТП, будет судья Елена Абрамова, которая выносила приговор полковнику Дмитрию Захарченко к футболистам Кокорин Мамаеву. Все дело в том, понимаете, что, еще раз скажу, на суд обычно давит там сторона обвинения, ну, в первую очередь, потому что у них интерес какой? Чтобы поменьше дали или оправдали, или еще что-то устраивать, так сказать, на свидетелей могут давить там. Ну, сторона обвинения в основном это делает. Но здесь Мосгорсуд, представляете, Мосгорсуд защищает, как бы, независимость правосудия от, так сказать, генпрокуратуры. И разъясняет это после заявления депутата о том, что вот контроль генпрокуратуры, это залог, так сказать, возможности принятия, залог, это что примут незаконные решения. Вы знаете, здесь, конечно, можно найти, опять-таки, двойное дно. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде как, все нормально, да? Выступил какой-то, так сказать, контроль там. Суд защитил в рамках закона, что действительно выносит приговор в судья независим при вынесении приговора. И, еще раз скажу, опирается только на закон. Но, с другой стороны, это может быть опять с двойным дном. Какое дно второе там? Или первое, неважно. Что для общественности? Ну, мало того, что общественность будет думать, что, так сказать, какие-то есть тонкие нюансы там. Я имею в виду между судом там и, может быть, стороной обвинений и так далее. И общественность может так думать. И здесь вот Мосгорсуд берет как бы и становится, ну, немножечко такая линия разделения проходит между прокурором и прокуратурой. В принципе, прокурор же будет там. Это же будет, собственно говоря, он работник прокуратуры, он подчиняется генпрокуратуре. И тут суд как бы напоминает генпрокуратуре, что никакого давления, да? Никакого давления. То есть, общественность скажет, ну, здесь уже действительно, так сказать, суд полностью справедливый. Понимаете, да? То есть, сделать такой некий шаг, чтобы люди не подумали, что там что-то, когда приговор будет вынесен, что, значит, какая-то договоренность существует или что-то еще не было каких-то вот таких разговоров, что, а, это все, так сказать, специально или это было заранее или уже сейчас все известно и так далее. Такое вот заранее сделать шаг. Или же это действительно так, просто человек высказался и Мосгорсуд решил дать разъяснение. Но, судя по личности судьи, судя по тому, как она, какие сроки давала и какие дела рассматривала, я посмотрел. И судя по вот этому заявлению, опять-таки, мне кажется, вы понимаете, когда есть какие-то тонкие нюансы, но никогда не доходило до того, чтобы Мосгорсуд публиковал на сайте у себя заявление, что, так сказать, судьи независимы и это было обращено к Генеральной прокуратуре России, понимаете? То есть, ну это вообще. Вот этот все-таки момент мне говорит о том, что, наверное, понимают, что общественности не понравится то, что будет вынесено. Еще раз скажу, мы не знаем приговора суда ни в коем случае. Это только судья решит на основе состязательного процесса, на основе всех доказательств, допустимости, их недопустимости и так далее. Но я просто высказываю свое мнение. Предположение такое, что людям может не понравиться то, что будет действительно приговор, который будет вынесен. И люди не будут уже говорить, что, мол, того, что это вот там, так сказать, что-то кто-то с кем-то договорился. Потому что уже Мосгорсуд открестился от всех. Да, вот все. Суд как бы открестили. Мы вот сами все. И сделали это публично, заметьте. Везде на всех таблоидах это опубликовали. Это, конечно, могу сказать, что для Ефремова, с моей точки зрения, с моей исключительно точки зрения, не очень такой хороший знак, как мне кажется. Ну, не знаю, может быть, действительно здесь никаких нет подводных камней. Может, это просто такое заявление на фоне вот высказывания этого депутата, главы комитета. Что вы думаете по этому поводу, мне интересно. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, кому интересно, ребята. Всем пока. С вами был Будда Гришна. С вами был Игорь Негода.